Татевский монастырь, поездка в Сюльник, капли на лобовом стекле, пытающиеся заглянуть в салон, а может быть даже и в душу. Реки, осенний лес, водопад, как будто все в точности так, как было много веков назад, когда по этим тропам ходил ученый, философ, богослов, художник-миниатюрист Рекорд Атреваций. Новаторские мысли и учения которого обогнали время. И сегодня его труды и созданные образы актуальны. Удивляешься, как точно одним предложением он может поставить все на свои места. К примеру, он писал о том, зачем и почему человеку даются испытания, и привел пример с золотом. Ведь проверить драгоценный металл на примеси можно лишь под высокой температурой, при которой все лишнее отсилуется. Так и с человеком во время испытания он чаще всего очищается. И таких интересных находок у него много. К этому видео я готовился достаточно долго, не только потому что объемный материал, который необходимо пропустить через призму восприятия, но и потому что работы ученого, философа, богослова Грекорда Атреваций многослойны и требуют верной и точной трактовки, не только рациональной. В его работах я заметил, насколько включается духовный аспект при осмыслении принятия. Грекорд Атреваций пишет, казалось бы, о простых вещах, о губительной силе, горденье о том, что лень мать всех пороков, об унынии и как опасно попасть в сети отчаяния. То есть это великое мастерство просто осложено. Порой, зависая над какой-то определенной мыслью, даже не хочется возвращаться в суетную реальность. И тут понимаешь, как эти горы, ландшафты помогают в осознании истины. Недаром здесь каждый турист или просто проходящий мимо путник чувствует пропитанную, заряженную атмосферу. К примеру, удивительно, как смело Татреваций выступает против сложившихся веками фатализма. Грекорд справедливо считал, что душа человека свободна. Мышление и разум должны контролировать волю и направлять человека по благому пути, а не планеты и звезды. В своих трудах Грекорд Атреваций рассматривает отношения мышления и воли и пути к достижению гармонии между ними. И тут же я такой благодарен судьбе, что мама крестила меня здесь, в Татревском монастыре. Тогда туристов здесь было немного. Священник поднялся из соседней деревни. Тихо, спокойно, не души. Я смутно помню тот день. Помню свитер под одеждой, под рясой, моросящий дождь, хлопки крыльев голубей. Под куполом удивительной красоты песнопения, усиливающее воздействие акустикой храма. И мы с братом бегающие по полуразрушенным стенам бастиона, охраняющего монастырь. Много эти стены, конечно, повидали. Землетрясения, набеги варваров. Здесь монахи изучали науки, писали книги, открывали новые горизонты. Служена доступность монастыря, а не только в его стратегическом местоположении. Ну и, конечно, правде говоря, не каждому дано понять и осознать, дотянуться. С каждым разом открывая новые и новые слои, понимая, что много еще, бесконечно много придется пройти. Прочитывая очередную главу Абот Грекора Таты Вацим, преподающего в Татевском монастыре, вновь и вновь удивляюсь, насколько совершенно точно написано и подмечено. И это в 14 веке. Как приятно осознавать созвучие, тонализ вечной музыки мыслителей. Удивительно, талантливый с детства Грекор Таты Вацим проявлял диверс к наукам, оставил большое наследие после себя, которое еще предстоит досконально изучить. Ну и, конечно, говоря о Татевском монастыре, о Грекоре нельзя не вспомнить его учителя, философа-богослова Ванесса Воротны Ци, сына князя Сюника Ивана Яурбеляна. Внан, получив прекрасное образование в Гладзорском университете, более 20 лет являлся учителем Грекора Таты Вацим, с которым они отправились в Иерусалим. Именно Воротны Ци основал Татевский университет и умер в 1386 году в Африкунистском монастыре Нахичевана. И похоронен там недалеко, в селе Иринджак. Сейчас это все находится под оккупацией. В субботу, в третьей неделе Великого Поста, Армянская апостольская церковь отмечает День памяти священнослужителей и богословов, святого католикоса Ованнесса Ознесси и святых учителей Овнана Воротнесси и Грекора Таты Вацим. Говорят, он последний, кого Армянская апостольская церковь причислила к лику святых. Удачи вам и увидимся.